Как-то на одном стриме вы просили меня сказать, какие дубли из героев можно оставить, хотя бы на войну. А в идеале, кого можно будет прокачать на фулл. Собрался с мыслями и давайте я поведаю вам эту страшную тайну. А пока еще одна страшная тайна. Альянс Ящик Пандоры добирает игроков с силой 3700 и выше в свой альянс. Открой этот запретный плод и вступай, если не креветка. Ну а начнем мы с, пожалуй, самых профитных дублей в игре. И в основной массе ими являются блокираторы. Такие как Мерлин, Протей, Хелл, Гензель и Гретель. В основном эти герои будут полезны только на войне. Хотя Хелл, помимо всего, еще и в обороне нормуль стоит. И две штучки можно и в оборону впендюрить. Конечно, огромное преимущество среди героев будет у Гензеля за счет его быстрой маны. Идеальный блокиратор для войны. Ну и на самом деле, в налетах можно в 2-3 Гензеля тоже походить. Заблокируйте всех подряд и пускайте камни, как вам захочется. Правда, нужно эти камни еще найти. Но это уже вопрос к нашему любимому финскому рандому. Юнга под этот критерий не попал. Поиграв за всех блокираторов, из представленных с уверенностью могу вам сказать, что если есть та перечисленная мной пятерка героев, то Юнга начисто отлетает. И сохранить можно его в одном экземпляре. А еще не забывайте, что в событиях блокираторы тоже тащат. И да-да-да, Юнга также из них самый бесполезный. Вторая пачка дублей, которые оправдают потраченные ресурсы, время и силы. И она не менее важна, чем блокираторы. Это такие герои, как Шакал, Сокол, Пантера. Стихийные бронерезы, элитные бронерезы, бронерезы по цвету. Называйте как хотите. Все эти герои имеют наивысший приоритет само собой, но дубли тоже нужны. Помогут вам быстрее и результативнее пройти как события, так и облегчат вам участие в войне. Ибо когда идешь даже в два красных героя на войне, условно, средств брони в 54% дико тащит. Даже элементарная связка Сокол-Килайл может порвать передачело противнику. Я уже молчу про более топовых героев. Сокол и Пантера будут тащить конкретно тем, что дебаф ведет по трем целям, а Пантера еще и усиление у них убирает. А вот у Шакала немного другая роль. Его очень быстрая мана и достойные войска на ману будут заряжать его в пустоту с трех камней. Тем самым в некоторых случаях даже один Шакал вытащит спокойно, добив цели в каком-нибудь углу. Ибо ему всего-то нужно шить камни на поле. Первыми тремя он нехило бьет и режет броню, а следующим ударом бьет цель уже по срезанной броне и цифры летят. Ммм, вкусные. В этот список мог попасть и Артур, но его точно хватит в количестве одной штуки, по крайней мере на фуле. Ну, если конечно для войны, то можно и второго на 3.70 качнуть, чтобы не тратить телескопы. Все-таки средняя мана и срез только одной цели сделали дело, и в этот список он не попал. Третья пачка дублей, на которых можно потратить ресурсы. Но на самом деле не факт, что они вам пригодятся. Все вы знаете, что для войны нужно 30 героев. А также получается 6 хилов, чтобы они были в каждом ударе. Вот из наличия того или иного количества героев хилов, вы можете прокачать Клыка Кирилла. Господи, даже Мелиндора или Регарда того же самого. Но в первую очередь, конечно же, Клык и Кирилл. Так как они не просто хилят, они усиляют всех ваших героев как в атаке, так и в защите. Есть еще четвертая и последняя пачка героев. Объяснять почему, думаю, не нужно. Это быстрые герои-шотеры или быстрые герои с полезным бафом-дебафом, которые усилят в основном только на войне, ну или в налетах. Просто перечислю героев, которых можно иметь в количестве двух на фуле. Аласи, Сартана, Джун, Лиана, Зилайн, Марьяна и Могильщик. Из второго сезона данной почести удостоился, пожалуй, только Уилбер, обзор на которого будет на следующей неделе. Пожалуй, это все, что я хотел вам сказать по поводу прокачки дублей. Все герои, которые не попали в это видео, нужны только в одном экземпляре. Лучше иметь разных героев под разную ситуацию, чем 100 тысяч дублей, которые заточены только под определенную ситуацию. А теперь не забывайте, что награды за участие в войне будут как с редких цветных сундуков. И вот теперь на войне халатность недозволительна. Качайте героев, играйте тактикой вашего альянса и да пребудет с вами победа и хорошие награды. Если помог, пиши в комментах, а также можешь, конечно, поделиться и своим мнением. Как только мы наберем 300 пальцев вверх, я пойду записывать видео про то, какие суммы я потратил на эту игру. А также, сколько мне платят финны за слив различной инфы. Многие так любят форсить эту тему. Давайте, 300 лайков и я начинаю. Дальше интереснее. Всем пока. Ишь какие, стукачом называют. У-сука! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok